Рейсовые автобусы начнут заезжать в Платов. Работу общественного транспорта к аэропорту продолжают совершенствовать. С учетом того, что мы сейчас урегулируем все процедуры, обеспечивая местами перевозки багажа. Ответственным за размножение надо хорошо есть кормежка оленей, ланей и муфлонов в спецвольере горненского заказника. Мы первым делом слышим, что гон начался. Это значит рев. Наши университеты для университета. Последней тренировкой к Лиге чемпионов для Ростов-Дона стал разгром ижевского аутсайдера. Реальность заменяют бренды. Картины и арт-объекты Сергея Шнурова готовятся к ретроспективе в Ростове. Конечно, многие его работы вызывают вопросы. Есть работы спорные. Избирательный штаб Владимира Путина завершил сбор подписей за своего кандидата. В поддержку его участия в президентских выборах подписались больше полутора миллионов россиян. Ростовская область собрала за Путина 26 588 подписей. Подписные листы направлены в Центральный избирательный штаб. В Ростове продолжает работать общественная приемная по адресу Горького 143. За последнюю неделю с вопросами, наказами и предложениями туда обратились свыше 100 человек. О сборе необходимого для участия в выборах числа подписей сообщили и другие кандидаты. Борис Титов, Григорий Явлинский, Ксения Собчак. Владимир Жириновский и Павел Грудинин выдвигались от парламентских партий, поэтому от сбора подписей освобождены. Здоровье школьников и государственную молодежную политику обсудили сегодня на первом в этом году расширенном заседании правительства. Провел его губернатор. Сначала подвели итоги пилотного проекта «Школьная медицина». По нему медсестер в учебных заведениях планируется заменить на врачей-гигиенистов и фельдшеров. В прошлом году Ростовский медуниверситет провел первый набор таких специалистов. В школах будет сделан упор на профилактику детских и подростковых болезней. Данные школьных отсмотров передадут в поликлинику участковому врачу. Участниками пилотного проекта являются детская городская поликлиника номер один города Ростову и два типовых образовательных учреждения города. Это школа номер 44 и гимназия номер 19 с общим количеством обучающихся почти 3000 человек. Выявление отклонений в состоянии здоровья у школьников в данной группе и направление на второй этап увеличилось до 30%. 100 школ участвуют в вебинарах, где медики рассказывают детям о правильном питании, вреде курения и наркотиков. И администрация Ростова планирует подключить к этому проекту все школы города уже в этом году. Реализация этого пилотного проекта – это лишь одно направление, связанное со здоровьем наших школьников. Есть много факторов, влияющих на это. Развитие физической культуры и спорта. И реализация на территории Ростовской области всех мероприятий дорожной карты года детского спорта, который мы начали в текущем году. И элементарное состояние зданий, в которых находятся дети. Ответственность за питание, температурный режим в школе и физподготовку на руководителях всех уровней, подчеркнул губернатор. До нового аэропорта из областных городов теперь можно будет доехать и на общественном транспорте. Рейсовые автобусы из шахт Морозовска и Миллерова на этой неделе начнут заезжать в Платов. Ну а работу микроавтобусов из Ростова продолжают совершенствовать. Изменение маршрута рейсовых автобусов – пробный тестовый вариант решения проблемы транспортной доступности аэропорта для пассажиров из области. 30 рейсов из шахт, два из Миллерово и один из Морозовска теперь будут делать остановки в Платове. График вполне возможно будет меняться, потому что, собственно говоря, мы понимаем, что есть те, кто хочет заехать в аэропорт, но есть те, кто предпочитает все-таки по более короткому пути проехать. Потому что заезд в аэропорт – это все равно дополнительные затраты времени. Без проблем на общественном транспорте пока можно добраться только из Ростова. 285-й и 286-й микроавтобусы отходят строго по времени с привокзальной площади и старого автовокзала и обратно каждые полчаса. Курсируют 8 машин, две в резерве на случай роста пассажиропотока. Микроавтобусы отправляются в начале и середине часа. В аэропорту для комфортного ожидания установили 170 дополнительных сидячих мест. Я, честно говоря, не так часто езжу, летаю вернее, но мне, в принципе, нормально, потому что я жду не на холоде, жду внутри, в тепле. Поэтому, в принципе, полчаса, мне кажется, нормально, да. Цена меня устраивает, а ждать не особо долго и, в принципе, нормально. Несмотря на позитивное отношение к графику транспорта и цене 75 или 95 рублей за проезд, в зависимости от места отправления, пользоваться им ростовчане и гости города не спешат. От аэропорта автобусы отъезжают полупустыми. На микроавтобусах ездит только 10-15% авиапассажиров, не больше тысячи человек в день. Мы видим определенную тенденцию к росту, с учетом того, что мы сейчас урегулируем все процедуры, обеспечиваем места для перевозки багажа. Этот вопрос также остался достаточно проблематичным и требующим дополнительной проработки. Желающие проехать до аэропорта или из него на общественном транспорте могут отследить движение автобусов через новое мобильное приложение GoToBus. Но водители предупреждают, остановки по требованию запрещены, движение строго по маршруту. Галина Горлова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Оксайский район. Зимой животных в горненском заказнике обязательно подкармливают, а в вольере для разведения оленей, лани и муфлонов обеды и ужины устраивают круглый год. Ведь здесь живут животные, ответственные за размножение видов и пополнение их в естественной среде обитания. Пшеница, кукуруза, овес, луговое сено спасают животных зимой от необходимости искать пищу под снегом. На каждого оленя рассчитано по 3 килограмма корма. Такой богатый рацион доступен только обитателям вольера, ведь их потомство будет жить на воле, а значит должно быть крепким. Сейчас в вольере 60 оленей, 38 лани, 10 муфлонов. Удачный эксперимент потребовал расширения вольера. Предыдущая площадь вольера, соезжание по лане оленя, составляла 41 гектар. В прошлом году, в 2017 году, вольер был увеличен до 400 гектар, для того, чтобы увеличить маточное поголовье, распределить выпуск в среду обитания. В живую природу со времени появления вольера выпущено порядка 35 оленей. Самка приносит по одному детенышу. Беременность длится 8,5 месяцев. Оленята рождаются в период с середины мая до середины июля красивыми и пятнистыми, пока пятна их единственная защита – маскировка. Затем оленята становятся серыми. Гон начинается в сентябре. Самцы набирают свой гарем. В нем до 30 самок. В это время они очень агрессивны. Мы первым делом слышим, что гон начался. Это значит рев, а не голос свой. В общем, обозначает, что гон начался. И, естественно, кричат они, у кого голос громче, красивее, как говорится, звонче. И, естественно, сила тут самое главное. Кто сильнее. В реве оленя разные звуки – от хриплых до низких и протяжных. По голосу, кстати, определяют – сильный самец или слабый. У сильного и более опытного голос хриплый и низкий, а у молодого и слабого – более высокий и чистый. В вольере с оленями разводят и ланей. Их принцип жизни схож. В естественную среду выпущено уже 40 таких животных. Вот до весны мы их видим. А с весны в вольере мы их практически только самцов отслеживаем. Потому что самка с малышом до самой осени ее редко-редко увидеть. Только можно ночью, на закате. А так она вообще не показывает свой молодняк. И поэтому животное очень удобно для разведения в естественных условиях. Потому что, как говорится, очень скрытно ведет себя. В таком большом стаде трудно определить, где олени, а где лани. Только муфлоны явно выделяются – черненькие и маленькие. Кормушки для них тоже другие – низкие. За пределами вольера на территории заказника подкармливают и других животных и птиц. Косулю, кабана, зайца, куропаток и фазанов. Но только зимой. Евгения Слинкина, Николай Андреянов. Дон-24, Красносулинский район. К седьмой минуте 3-3. Вот, собственно, и вся борьба в гандбольном матче Университет Ростов-Дон. Ижевская команда – вечные аутсайдеры. Естественная интрига таких встреч – набросают ли 40 голов ростовчанки и выйдут ли соперницы за 20. Со счета 5-4 наши девушки за 12 минут делают рывок 11-1. И на перерыв команда уходит с разницей в 11 мячей. Дальше только больше. За 6 минут чемпионки страны доводят отрыв до 15 голов. За 4 минуты до конца матча у нас плюс 20. И только в концовке хозяйки уперлись и не дали ростовчанкам набрать на табло красивое число 40. А сами вышли за 20 и могут считать задачу выполненной. Победа Ростов-Дона 39-22 стала последней игровой тренировкой перед первым матчем года в Лиге чемпионов. В воскресенье в половине шестого начнется гостевой матч с датским клубом Нью-Кёбинг. Сергей Шнуров как основатель бренд-реализма. В ожидании художественной выставки музыканта, который и сам себе давно бренд, заглянем за кулисы музейных залов, которые вот-вот станут сценой для демонстрации разнообразных талантов Шнура. Еще не все распакованное заняло свои места, но какие-то арт-объекты уже можно рассмотреть. Можно, конечно, поизощряться в оригинальности описания художественного творчества Сергея Шнурова, но превзойти самого автора вряд ли возможно. Он придумал свой бренд-реализм 10 лет назад. И вот уже выставка-ретроспектива. Рок-музыкант, не стесняясь, называет себя художником с большой буквы. Нетрудно догадаться с какой. Не все знают, что Шнуров еще является и современным художником, который представляет здесь не только картины, но и арт-объекты. И выставка у нас представлена на двух этажах, она масштабная. Некоторые работы весят 50 килограмм и больше, некоторые арт-объекты. Конечно, многие его работы вызывают вопросы, есть работы спорные. Но что можно отметить сразу, да, это то, что художник не врет. Он излагает ту свою концепцию, которая родилась в его душе. Ирония к брендамании осязаемая и яркая. Шнуров шутит вполне художественно-профессионально. Он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и реставрационный лицей, где получил специальность реставратора по дереву. Прежде всего, Сергею Шнурову принадлежит идея тех работ, которые здесь представлены. Но многие работы выполнены специалистами в тех или иных направлениях. Не все техники, да, тут и живопись, тут есть и вязаные работы, тут есть инсталляции. Не все техники он освоил сам. Ретроспектива откроется в пятницу, но культурный шок доведется испытать не всем. У бренд-реализма Шнурова привычный для его музыки бренд 18+. Галина Белоусова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова